приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о знаках которые подают вам умершие родственники на что стоит обратить внимание и как подготовиться к тем или иным моментам давайте далее друзья все более подробно практически каждому из нас пришлось пережить потерю близких родственников у кого-то происходит это в детском возрасте гораздо легче переносится у кого-то в более старшим и в сознательном возрасте что переносится уже не так легко если люди которые с родственниками имеют не очень крепкую энергетическую связь а если те которые очень крепко связаны с ними на энергетическом уровне от этого напрямую зависит то как человек и умерший родственник будут держать между собой связь после его смерти часто мы слышим о том что кому-то тот неприятно то что в его жизни возникает связь с умершими родными и люди всячески ищут способ как от этого избавиться на как ощущают страх и они не готовы принимать то что два мира между собой связаны и такое общение это не исключение а если люди которые наоборот рады такой связи они принимают те знаки которые пытаются оказать им умершие родственники и используют их себе во благо часто умершие родственники оберегают живых особенно в первое время после своей смерти и тем самым помогают им наладить свою жизнь и пережить неприятный этап который пришел в их жизнь сегодня я вам расскажу как ваши умершие родственники могут проявлять себя какие знаки они вам могут подавать они могут вам указывать на свое присутствие с помощью запахов например вы сидите в комнате вам хочется плакать и в один момент вы отчетливо чувствуете знакомый запах человека которого с вами нет в этот момент вам становится на душе легко слезы уходят а воспоминания начинает вас наполнять так тот кто кого нет пришел успокоить вас переключив вас тем самым на другое эмоциональную и энергетическую волну когда вы знакомитесь с каким-то человеком вы можете от него уловить знакомый запах духов или же знакомый запах табака таким образом умерший родственник будет пытаться вам указать на то что это хороший человек вам стоит с ним продолжать общение он может стать как близким другом так и родным человеком с которым у вас получится создать обязательно крепкую семью перед сном вы также можете ощущать запах человека о котором вы грустите это означает что он присутствует возле вас он охраняет ваш сон так как кто-то собирается причинить вам вред он это знает и готов отбить посыл разрушительного негатива который вам полагается вы можете чувствовать запахи на протяжении нескольких дней а затем они уйдут а это означает что вам ничего не угрожает и умерший родственник уберег вас от бед можно замечать что после смерти родного человека вам на глаза начинают попадаться вещи предметы которые связывали вас с тем кого не стал а глядя на них вы начинаете ощущать приятные эмоции они греют ваше сердце притягивая к вам хорошей энергии который будет укреплять ваше энергетическое поле порой вы даже не сможете объяснить появление данных предметов возле вас так как с уверенностью вы будете знать что спрятали его он вновь появился просто примите это как должное поблагодарите того кто посылает вам такие знаки можете поговорить с ним будьте уверены он вас услышит но с каждым таким разом вам будет становиться легче на душе а теплые воспоминания будут вытеснять боль утраты часто у вас такой период может появиться рядом животное на которое вы обратите внимание возле которого будет приятно находиться и захочется забрать его домой так как вы будете ощущать что появился но не просто так животное будет дарить вам приятные эмоции отвлекать вас но вы должны о нем заботиться так как от этого зависит то какие энергии будут вас окружать это как она поможет вам справиться с тем что на вас навалилось это домашнее животное будут теперь не только вашим другом но энергетической батарейкой когда вам будет очень грустно ваш друг не будет отходить от вас не на минутку как только дела будут немного налаживаться он будет тоже немного отдыхать и отсыпаться если у человека с умершим была очень тесная связь он может ощущать его присутствие в комнате она может быть как легкий прохладный ветерок может быть и такое впечатление что вашего плеча кто-то коснулся не пугайтесь этого человек который к вам пришел в такой момент никогда не причинит вам неприятные ощущения прислушайтесь таком случае к собственному сердцу и подумайте о том на что он вам хочет указать возможно вы находитесь в окружении не чистосердечных людей возможно собираетесь совершить какую-то крупную покупку и умерший человек собирается вас предупредить о том что не стоит этого делать и пересмотреть подход к этому вопросу возможно вас собирается обмануть и вам стоит посмотреть по сторонам и вы увидите например более выгодное и интересное предложение перед умершими открывается то что не способен постичь живой человек они видят то что не можем видеть мы поэтому ощутив опасность они часто спешат прийти нам на помощь уберегая от очередных бед а присутствие умершего человека с вами в одной комнате укажет также шевеление штор внезапно при открывшаяся дверь окно скрип пола и так далее те люди которые имеют экстрасенсорные способности в такой момент могут видеть сгусток энергии которые передвигаются по данной комнате во время сна когда вы находитесь в энергетическом пространстве вы можете ощущать как слышите звуки музыки которую любит тот человек которого с вами нет можете слышать его голос который напевает любимую песню не стоит также этого бояться так умерший человек старается оказать вам внимание и возможно указать на то что он наблюдает за вами оберегает вас что готов прийти в любой момент когда вы будете нуждаться в нем к вам на помощь поэтому проснувшись утром поставьте на стол то что любил есть тот человек которого вы слышали а затем на следующий день вынесите это угощение на улицу и оставьте его там поблагодарим за заботу не только данного человека но и всех умерших родных как только вы это сделаете вы сразу ощутите как на сердце станет легко спокойно и вам обязательно захочется улыбнуться бывает и такое что ваш дом вхож человек который собирается причинить вам сильный вред разбить вашу семью отобрать у вас то что вы любите лишить вас спокойствия умерший человек увидев это будет стараться выгнать такого человека из вашего дома поэтому если вы будете слышать что вам говорят что показалось что кто-то ударил что показалось что кто-то толкнул или стала в какой-то момент так страшно что ска сковала все ваши движения не пугайтесь просто присмотритесь к данному человеку вы увидите что это человек совсем не такой как вам казалось раньше чтобы много чего не замечали из того что сейчас открылась перед вами сделайте выводы пока не постно и не зовите данного человека больше в дом чтобы он не смог вам навредить если вы попали в ситуацию когда не знаете как поступить этот вопрос не это вам покоя и в такой момент например у вас включается телевизор на вашем любимом фильме музыка которую вы любите или еще или же например падает книга с полки это знак того что вы знаете как нужно поступить поэтому вам стоит прислушаться к внутреннему чувству что решение есть вы есть просто вы еще этого не поняли как только вы это осознаете ситуация окажется для вас очень простой и приведет к нужному для вас результату если начала мигать напряжение такое происходит не разово постоянно это означает что вы злите щел злите человека которого нет в живых возможно вы обращаетесь неправильно с окружающими людьми вы начали врать или не ценить то что вы имеете или начали мало внимания уделять собственной семье забросили близких родственников и у вас постоянно на них не хватает времени что делает вашу связь менее крепкой чем она была ранее возможно вы замкнули в себе и огородились от всех кто пытается вам помочь чем допускаете непоправимую ошибку поэтому пересмотрите свои взгляды и исправьте те ошибки которые вы допустили если вам на глаза начали попадаться одни и те же цифры вы видите время на часах а затем номер машины с такими же цифрами стоит привести это число к целому и обратиться к нумерологии изучив о чем она говорит так как умерший родственник старается вам на его примере показать то что вам вас ожидает скором будущем и хочет чтобы вы к этому были готовы при этом как морально так и порой физически либо смогли устоять при трудностях либо же принять все счастье которое придет вашу жизнь часто во время сна умершие родственники посылают нам знаки взять на стоит запомнить то о чем они говорят так как это обязательно произойдет если вам приснился кто-то из родственников кого уже очень давно нет в живых это означает что в вас поджидает неприятность и вам стоит быть немножечко а немножечко осторожнее если вас обнял покойный и при этом у вас приятные ощущения нет тревоги это означает что перемены с которыми которые с вами произойдут будут радостными и приятными если ощущение неприятное то тогда перемены будут такими же если тот человек который умер в вашем сне умирает вновь это означает что вас будет ждать предательство со стороны близкого человека измена второй половинки дедушки и бабушки часто снятся к радостным и к счастливым событиям если вы обнимаете умершего родственника это означает что вам нужно преодолеть свои собственные страхи так как они мешают нам спокойно жить и принимать все то прекрасное что дает вам жизнь если же умерший родственник целует вас это означает что вас ожидают проблемы со здоровьем и вам стоит поберечься если умерший попросит вас во сне о чем-то раздайте нуждающимся людям продукты а если во сне умерший человек будут вас вести за собой это означает что вам грозит опасность и стоит пересмотреть свой жизненный путь вы куда-то не туда идете на данном этапе в жизни если вы ехали с человеком которого нет в живых машине не садитесь ближайшее время за руль в автобусе в поезде избегайте и дальних поездок если вам снится что кто-то из умерших родственников говорит не идти куда-то что-то не делать или на что-то посмотреть делайте это не задумываясь по потом можете узнать о том что данный поступок сберег вам жизнь в основном умершие родственники не снятся к плохому часто перемене погоды но важны детали сна на них стоит конечно же обращать внимание если вы видите что вас чем-то предупреждали не игнорируйте это чтобы потом просто навсего не жалеть после того как человека не стало стоит пересмотреть конечно же вещи и предметы которые с ним связаны если есть то глядя на что вы ощущаете неприятные эмоции избавьтесь от этих вещей не жалейте лучше всего их сжечь не отдавать никому чтобы не принести тому человеку кому они попадут вред мне стоит сохранять и вещи в которых человек умер так как они несут разрушительный негатив и мертвую энергию а значит будут разрушать все то что их окружает и влиять на жизни тех людей которые будут с ними контактировать не стоит этого допускать и рисковать не стоит забирать у умерших людей и украшения которые они носили и в которых их не стало так как такое украшение не подлежит чистки и вы не сможете снять с него ту энергию которую она впитала а надевая это вы будете разрушать уже свое биополе притягивая к себе постоянно беды и болезни фотографии покойного человека нужно хранить в отдельном альбоме они не должны переплетаться с фотографиями из жизни семьи так как печали и грусть их никогда не оставит а депрессия станет их спутником не стоит спать в одной спальне или в комнате где есть портрет умершего так как во первых он будет отбирать ваши энергии во время сна а во вторых живой человек может застрять между двух миров он будет вроде жить но тем не менее не жить может отдалиться от семьи будет искать среди них врагов постоянно будут возникать скандалы и ссоры и те года которые можно было бы жить в свое удовольствие такой человек просто упустит нельзя ругаться и с другими родственниками из-за вещей предметов которые остались от покойного таким образом вы не только накличите на себя гнев того кто умер и это неблагоприятно скажется на вашей жизни но вы разорвете и тем самым связь данными людьми безвозвратно поэтому если кто-то что-то захотел забрать отдавайте это данному человеку так вы убережете себя от ненужных вам проблем и неприятностей оставьте себе только те вещи которые вызывают у вас приятные эмоции не оставляйте их много подарите после чистки тем кто в них нуждается а то что оставите себе также обязательно очистите от энергетики данного человека наши умершие родные это наша связь со всем родом поэтому если вам что-то нужно не бойтесь их просить о помощи но делайте это только в крайних и важных случаях не тревожьте их попросту говорите с ними как живыми представляю что они находятся рядом вы удивитесь но они будут отвечать а вам будет их помощь помогать в нужной и важных ситуациях при этом можете зажигать тоненькую восковую свечу если огонек будет шевелиться это укажет на то что в комнате вы не одни девочки и мальчики используйте эти знания о которых я вам сегодня рассказала себе во благо цените родных людей пока они живы и не бойтесь тех кого уже нет связь между родными крепка и порой ее силу трудно объяснить но научившись использовать себе во благо она откроет перед вами много нового и неизвестного но то что будет помогать совершать правильные поступки и жить счастливой жизнью девочки и мальчики прямо сейчас ставьте лайк обязательно в комментариях напишите слово благодарю нам будут очень приятно тут прошла как нас можно отблагодарить помочь поддержать друзья ссылка есть в описании к этому видео переходите любая сумма нам будет приятно но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете на то в виде котором на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых друзей немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео